Здравствуйте, всем здравия! Хочу объяснить людям, как научить, можно сказать, или показать лайфхак, как сок березовый ставить, чтобы не губить березу и не вредить. Вот смотрите, как у нас многие делают. Вот видите, бедная березка была, вот ее топором, вот ее топором, и брали сок. Ну это здесь, когда здесь не было огорода у меня, еще участка. Вот смотрите, просто-напросто беретесь, спиливаете нижний сучок. Я спилил сучки не для сока, я спилил их еще зимой, так как они меня сильно тут затеняют. Вот у меня баня, вот окно в баню, и мне не было вида. И вот теперь, смотрите, я набираю, вот я вижу это полное ведро, то немножечко неполное еще. Поставил вечером, вот 20 литров готово. Так, залазим с вами по лестнице, смотрим. Сок я беру не просто так, не на брашку. Вот, пожалуйста, я его беру на зиму. Перевернул. Я его беру на зиму, заготовка сока на зиму. То есть березовый сок мы делаем. В следующем ролике покажу, как мы его делаем. Сейчас я дальше. Вот у меня второе ведро. То есть я ведро сейчас поменяю. Вот, видите. Сейчас я это сюда повешаю, а это сниму. Только тут проблемно будет снять, наверное. Так, это ладно, повесим пока сюда. Так, хватит ли у меня сил на вытянутой руке. Так, ладно, я вот так сейчас возьму. Так, попробуем так. Опа! А чему нет? Так. Ладно, снимаем. Сейчас главное не упасть. Вот так вот. Все прелесть. Это сейчас будем заливать в канистру. И сегодня, сегодня по трехлитровым банкам. Вон у меня в той, видите, в канистре, в пластиковой. Полканистры. Ну, там я буду, наверное, сегодня вечером снимать. Так, а это вот набираем. Видите, как просто. И березу не губите. Потом можно это замазать. Вот я хотел так отпилить зимой. Ну, потом для красоты решил здесь, может, какую-нибудь качельку повешу или что. Потом замажу, и у меня береза не пострадает. Вот здесь я ошибку сделал, что я длинно спилил. Здесь у меня сок попросту зря уходит. Так, ну ладно, теперь дальше идем. Вот теперь мы можем его транспортировать. Потому что в машине везти, в машине везти его будет проблемно в бедре. Расплескается. Поэтому мы будем его везти в канистре. Изготавливать будем не здесь, в другом доме. Это у меня гостевой дом. Здесь вот я вот. Комната будет с видом на природу, на море. С видом на море. Ну, на озеро, так скажем. А если честно сказать, на реку. Ну, на озеро Телецкое, если бы так. Озеро чуть повыше тут. И кто не умеет делать березовый сок вкусный, который вообще не портится, который не надо кипятить, только нагреть до температуры где-то около 90 градусов, в следующем ролике будет видео, посмотрите обязательно. Сегодня сниму. Сейчас жена будет делать, я вам сниму. Очень вкусный сок. Дети прекрасно пьют. Не надо тратить деньги на всякие там соки из магазина, из маркетов. То есть, вот я в день по 20 литров снимаю со своей березы, которая у меня дома. Раньше я ходил вот туда, на ту сторону, там есть береза, которая дает флягу. Флягу за ночь. Ну, я ее, правда, сверлил сверлом, потом забивал туда чопик с дырочкой и привязывал пакет к этому чопику. И у меня пакет 50 литров набирался за ночь. Больше даже фляги. То есть, в рюкзак, сразу в рюкзак ставил пакет, вот так одеваю, встаю и несу. Ну, а теперь раз дома есть, что мне ходить. Лучше я сбегаю, если походить, я лучше на охоту схожу. Вот десятка как раз, наверное, будет. Так, ну ладно, что вам это показывать? Короче, подписывайтесь. Упал телефон, подписывайтесь, короче. Смотрите, полезные вещи всякие.